Так, итого, на чем закончили, с тобой продолжаем. Там были вопросы, я помню, в конце прошлого занятия в чате по поводу middleware, да? Что это такое или... Кто задавал? Да, что интересует конкретно. То есть про... В принципе, я, для чего вы, в общем, так происходит. Поехали, да? Ну, попробуй, давай. Ну, смотрите, в JavaScript проход цепочки вызовов, есть цепочка вызовов, коллов к серверу. И вот в этой цепочке вы вправе в определенном месте написать свой какой-то хендлер, ну, на текущий, на endpoint какой-то или глобальный хендлер для всех, к примеру. Для того, чтобы сделать глобальный, вы должны в конце... Посмотрите, возьмем пример конкретно обработчика ошибок, да? Если у нас не зашло сюда, не зашло сюда и не зашло сюда, то оно пройдет дальше и попадет в эту функцию. То есть, значит, мы не нашли ни одного endpoint, который удовлетворил бы запросу нашему. И, соответственно, должны отправить 404 ошибку. Вот этот обработчик это и делает. Вот он берет там request, ему все равно какой, response там все равно какой. Вот функция next. Нас интересует конкретно функция next. Если функция next будет вызвана, то пойдет call дальше. То есть, следующий, который есть в этой цепочке, ну, upUse, получается, если мы еще добавим функцию какую-то, она вызовется следующей. Смотрите, что делается здесь. Здесь в next передается error. И где-то у нас заюзан такой... Да, вот это что? Ну, вот с error у нас. То есть, мы проверяем, есть ли error и так далее и тому подобное. Так, подожди, у меня NVR, ну, я вот это отрабатываю, да? Да. Насколько я помню. Вот. Ну, по сути, это у нас уже самая последняя, да, инстанция. То есть, если сюда дошло, значит, у нас есть что-то не так, и мы просто уже генерим страницу с тем error, который сюда дошел. Впрочем, эта функция, там, для обработки 400 четвертой ошибки, то есть Pdl. Тело всей функции. Нафиг надо? Ну, типа... Привет, в общем. Привет! Короче... Блин. Давай поговори, я подожди. Давай. Чего? Давай. Что у нас? Давай посмотрим на ушко. Розказываем про MiddleEarth. Netflix and Cheap. Netflix and Cheap. Короче, у нас немає... Те, что мы закидываем в AppUse, да, оці всі функции, по сути, в нас немає прямого контроля над ними. Они там в якусь цепочку добавляються і якось там вызываються по якимось правилам. Ну, типа, для нас це чорний ячик, нам пофиг. Але в определенный момент ми можем сделать, отакий от, типа, добавить якусь туда функцию, і, ну, вкинуть якийсь свій кастомний обработчик. В данном случае це обработка 404. Ми можемо свій якийсь функционал придумати, взять там його зробити і визвати слідущу функцию, щоб не похерить цю цепочку. От, типа, і все. Весь смисл, да. Просто в тебе є можливість всунутися в цю цепочку. Все. Причем, в залежності від того, де ти всуниш цю цю штуку, так воно буде, типа, і визватися, да. Все, да. Вова, я все пофіксив. Отлично. Вам, взагалі, код оттуда видно? Может, треба зробити щось? Так лучше? Так, наверное, лучше. Ух, какое оно все красивое. Так. Next – це колбек. Это функція, которую нужно... То есть, сюда-сюда передається колбек-функція, которую вам надо вызвати, если вы хотите, чтобы цепочка выполнения продолжилась. А где? Что? Где тут? Вона приходить, типа... Ты видишь, это... Когда мы используем аппьюз, мы передаємо туда анонимную функцию. То есть, она передається как параметр, і хто-то її где-то там вызовет. Вспоминайте лекцию про колбек. Там мы сами создавали колбек, и коли себе вызывали. Тут нам він просто приходит. А, приходили? Він нам приходит, да. І ми його потім вызываемся. Ну, то есть, где-то есть, к примеру, список всех этих вот добавленных обработчиков. Кто-то по ним делает какой-то там each, rich. Да, и для каждого вот этого... Ну, это у нас получается функция наша. Для каждой функции делает вызов, передая туда request, response и какую-то функцию колбека, которую они сами здесь у себя реализовали. То есть, у них там какая-то логика есть. То есть, оно там принимает error и там какой-то данный, к примеру. И вот в этом случае мы передали сюда первым параметром error. И он здесь... То есть, это приблизительно то, как оно выглядит под капотом. Я так подозреваю. Я надеюсь. То есть, будем верить в людей. То есть, получается, мы передали туда вот эту функцию. Вот она. Мы по ним... Тут, считайте, массив функции. И потом эта функция берется, вызывается, передаются туда эти три параметра. Я понял. Я просто с той стороны разработчика подумал, ну, у нас здесь, наверное, будет? Вонадысь есть, да. Разбираем экспресс исходники и находим. Получаем пирожок с полочки. Так. Так, мы остановились на том, что мы сделали у себя роуты. Сделали заглушку для продуктов. И у нас, в нашем случае, здесь берется... Сделали endpoint на конкретный номер. При том, что мы... Давайте напишем что-то красивее. И сейчас мы попытаемся сделать нормальный, по сути, контроллер, который будет сохранять эти данные нам в файл и вычитывать их из файла. Потому что... Где у нас, кстати, тестовый примерчик такой? Уже нет. Ушел. Ладно. По запросу get мы должны откуда-то взять данные. Там вариантов много, да. Мы там из памяти можем брать, можем брать из базы данных, из файла. В данном случае мы будем работать с файлом. Для этого нам понадобится... Где-то я там. NPM. У нас есть такой модуль. Я просто хочу работать с JSON-ом, потому расширенную версию этой штуки хочу подкинуть. У нее есть в примерах фэс-экстра в write.json. Вот такая штука. Указываете, куда он его должен записать. Передаете объект шевоскриптовый и получаете callback-функцию, если что-то свалится. Что нам для этого в примере нужно написано? Мы должны подключить библиотеку fs. Так как у нас в нашем проекте в пакетжах ее нет, соответственно, нам надо ее сюда добавить. То есть, что мы должны сделать? Лезем выше. Как видите, пример есть, как его установить. Ключ save, как помните, говорит о том, что надо добавить его в пакетж JSON-файл. То есть, доставляем нашу библиотечку. Нет, не получится. Нет, все нормально. Вот это те проблемы, которые на Unix бывают. Я не знаю почему, меня через раз кто просит, кто не просит. Я потом тебе объясню. Да. Окей. Как видите, добавилась какая-то там версия. Теперь можем ее спокойно подключить в нашем контроллер. Это мы закрываем. Это нас тоже уже давно не интересует. Так, продукты. Здесь нам надо ее добавить. Все просто. Особо не запариваемся. Хотя это так писать некрасиво. Я люблю, чтобы было примерно таким образом. Теперь, что мы должны сделать. Когда мы хотим получить наш файл, мы должны вызвать... Сколько я помню, там дискуссия. Read. 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 Конечно. Валера. Троль. Так. И все, что мы вытянем, давайте мы отправим. Давайте это у нас какие-то как раз таки наши данные будут. Назовем, что это данные. Обработчик ошибки напишем. Если у нас есть Aurora, тогда что мы сделаем? Return. Или... Да. А вот отошли какую-то ошибку. Нормально? Давайте мы в Next передадим какой-то красивый месседж. Ну, Return мы в любом случае должны сделать, чтобы не пошло выполнение дальше. И вызовем там... Как написать нормально? Зачем писать? У нас есть этот Aurora. Мы его дальше и покинем. Правильно? Все, порешали. Ровность. Не будем искать себе приключений. Так. Теперь нам надо придумать, что мы будем вычитывать. Хорошо бы, наверное, запустить базу данных. Так. Так. У меня так. И... Это наперед. Я просто забуду. Теперь давайте назовем, как-то у нас будет... Что у нас? Продакты. Вот так. JSON. И мы его положим на уровень выше. То есть будет в проекте этот файл. Я где-то себе делал заготовку. Еще на прошлую лекцию. Тест какой-то JSON. Мы его сейчас утянем. И где-то здесь положим. Добавили products.json, в котором все те же данные, которые были на прошлом занятии. Закрываем. И мы его будем вычитывать. Если я правильно указал путь, то должен без проблем вычислить. Теперь давайте как минимум проверим его, что ли. Да, это хорошая идея проверять код сразу без этого, как написано. Как помним, мы замапили это все на products.url. Так что берем наш localhost 3000. Products. И получаем error. Хотя бы понятно, что не так. Что? Нет. Нет, я что-то вообще не... Пойдем, почему нету его? Давайте разберемся. Products. Products. Мы же вроде лезем. Откуда будет fs? С этого места. Или нет? Вот он, да. Он просто считает, так как этот подкинут модуль, наверное, как глобальный, он от корня проекта просто начинает считать. В общем, да. В общем, данные мы получили. Все очень просто. Теперь нам надо сделать сейв этих данных. По сути, методы будут очень похожи. Что мы сделаем? Пост. Да. Только мы сделаем тут right. Здесь у нас не будет данных, сколько я помню. Здесь у нас такой же обработчик ошибки будет. И если все окей, мы отправим окей. Окей. К примеру. Давайте. И теперь у нас там вторым параметром передавались именно данные, которые мы хотим засеять. Откуда их взять? Мы их берем из реквеста. Насколько я помню, дата. Можно в таких случаях затестить. Валера, да? Правильно, что это? Мы к себе выведем где-нибудь. Попытаемся положить. Для того, чтобы нам положить эти данные, перезапустим сервер, нам надо подготовить такого типа уже запросик. Теперь нам надо открыть консоль. Потому что у меня нет UI, мне надо будет как-то отправить этот запрос. Сделаем этот наш красивый урлик. Выбираем Application.JSON, потому что мы собираемся отправлять JSON. Здесь, где Raw Body, мы как раз-таки можем скопировать все, что мы хотим отправить в пазу данных. К примеру, у нас тут будет Валера, да? Валера. Валера любит... Ой. Упоминание себе. Теперь, что, попытаемся отправить пост-запрос и увидеть ответ. Так. Окей. Все есть. Сервер ответил нам, что все прошло успешно, значит, мы не получили здесь Error. В консоли мы увидели ничего. И, походу, я думаю, мы сейчас перезатерли ничем все данные в файле. Сейчас так и проверим. Так и есть. Огонь. Шикарно. Значит, мы не с того места взяли... Так. Где там? Парамс? Или JSON? Может быть. Сейчас проверим. Это не очень хорошее решение. У меня не работает брюкпон. Парамсы будут. Парамсы будут работать, когда у вас get запрос. Параметры, которые приходят вам из пути... О, кстати, вот это вот самое хорошее. Так. Перезапускаем. Отправляем заново тот же самый запрос. Получаем окей. В консоли видим все наши данные. Валера все пофиксил. Валера просто хотел, чтобы его имя светилось в первом продукте. Серьезно. Так. Вот, по сути, самое простое использование... Работа с файлами, скажем так. Не особо заморачиваясь. То есть там есть версия FS библиотеки, которая упрощенная. Там нет вот этих методов в read.json и в write.json. И она для общих случаев работает. Ну, это и все, что, по сути, мы хотели показать. Там еще есть read.sync. Да. Ну, по такому. Usight.sync. Теперь давайте как-то перейдем в сторону базы данных. То есть это простой пример. Он, я думаю, мало кому интересен, потому что в реальности мы работаем с данными в базе. Что нам нужно сделать? Во-первых, нам надо сконфигурить Mongo, подключить Mongoose и сделать какую-то свою первую модель. Ну, мы будем работать также с продуктами этими, с товарами. Давайте начнем подключать. Так, у нас там есть NPM. Открытый уже. Mongo. Так, кто знаю, я уже спрашивал, пока мы стояли. Кто знает, что такое Mongo 9? Поднимите руку. Повязал. Привет. Ну, короче, это не реляционная база данных. По сути, можно сказать, сейчас так жестко скажу. Сторид Джейсона. Причем такой, довольно крутой. Можно творить чудеса с поисками, все такое. Клевая и быстрая штука, але, ну, типа, порівняно с реляционными базами данных, типа MySQL, вона все-таки не такая надеянная. Есть там, короче, в ней проблемы, принаймні, были раньше. Но для такого рода проектов, которые сейчас делает Вова, вообще агонь. Бакс, убери. Понятно. Вот. Монгус – это модуль, который упрощает работу с Mongo 9. У Mongo свои уже есть библиотеки для разных. Для Node.js, для Java, для C-Sharp и так далее. А Монгус – это, короче, еще настройка на детьми библиотеки. Вот. Но штука настолько крутая, что это просто капец. Не реализованный этот концепт. Я постоянно забываю, как этот паттерн называется. Блин, а ты еще недавно говорил про него. Мало того, что она модель, она же знает, как себя сохранять. То есть, надо сохранять, вычитывать и так далее. Так, я постоянно все забываю. Давай вспомним, как мы там подкидывали настройку нашу. Мы будем это через конфиг файл делать? Или нет? О, это я прошу. Окей. Значит, initDB. Нам надо коммуниздить кусок кода, который нужен, чтобы запустить нашу Монго. Зараз вы бачите, как в девайлопере в реальности пройти. Как ты пастить код старых проектов. Зачем писать заново? Я не понимаю. Так. Только единственное, что у нас здесь был конфиг, который мы где-то там брали. Есть URL, пусать все дела. Давай, короче, так и сделаем, да? Как забожаешь. Будет твоё обожание. Я просто теряюсь в возможностях выбрала. Нам этот код пригодится. И переходим в наш проект. Открываем преддаби. Тут было, конечно, не очень. Сейчас мы... Что-то здесь делаем. Так, функция у нас есть. Теперь надо её, желательно, нужно вместе выполнить. Так же сделаем, с файликом. Что за раз? Так, что нам понадобится? Нам надо новый файл. Короче, новый файл. Конфиг. Фессон. Мы тут чуть-чуть стырим вот это всё. Удалим, в принципе, нам нужные вещи на данном этапе. И при старте апы, давай мы найдём это место. Там, в общем-то, и всё. Не будем эти мессажи туда засовывать. Коллбэка не будет. Где он там ещё рогается? Ага. С коллбэком? Ладно. Всё. Всё туда перенести. Будет красота. Где-то так. Да, Олег? Нет? Спасибо за поддержку. Включение. Знайка функция. Get конфиг. Get конфиг. Конфиг. Ммм. Там конфигцы могут что брать? Парсный файл. Я... Это вот та штука рукописная, да? Забывай, вы думаете. Так, короче говоря, мы забьём сейчас всё проще. Вот это вот, да? Примерно так. В общем, вариант, как сделать это из файла, думаю, вы уже поняли. Можно вычитать через fs. Теперь попробуем. А что он там ещё? Мангус. Я ещё не подкинул dependency на мангус в этом файле. Поэтому пора сделать это. Ещё проверяем. Всё. У нас база поднята. У нас сервер запустился. У нас есть такая программка, как Robomongo, которая нам позволит работать с нашей базой данных. чтобы вы могли... Её надо, как минимум, создать, да? Create database. К чему оно подключилось, я не знаю. В общем, у нас сейчас здесь пусто, но в результате работы мы будем наблюдать здесь изменения. Что дальше? У нас мангус предлагает такой подход, что мы описываем модели в отдельных файлах, которые будут сохраняться в базу данных и которые мы будем получать на выходе. В этих моделях мы сможем описывать какие-то требования к... Ну, то есть в этом файле мы сможем описывать требования к моделям по валидации, к примеру, по используемым типам, которые должны быть, и только эти данные будут записываться. То есть если вы будете передавать объект с большим количеством параметров, то он будет их просто игнорировать и использовать только те, которые описаны в этой модели. И наоборот, если есть с меньшим количеством параметров, а у вас они обязательно какие-то из них там, то он будет ругаться на те, которых недостаточно. Давайте в нашем проекте создадим каталог models. Так, создадим наш первый модель, product. Соответственно, нам надо подкинуть мангус. Давайте точно так же сделаем, не особо заморачиваясь. Опа! Немного, немало. Кстати, модель юзера. Как хороший пример для того, чтобы показать, как это все описывается. То есть мы подключаем мангус, есть такой объектик у него как схема, для того, чтобы создавать новую схему. Вот мы его тут взяли и, видите, делаем new схема. В этой схеме мы описываем, что у нашей модели будет ID, логин, пароль, которые, как видите, обязательны, у которых тип строка. Индексы можно включать, если необходимо, каким-то полям. У нас есть для имейла, который является строкой, который обязательный, определенный RGX на валидацию. Если вы попытаетесь положить данные, которые не подходят под этот паттерн, такой коротенький, то вы получите ошибку в колбеке при сохранении. И так далее. То есть вы можете описать здесь некоторые свои вещи. У мангуса есть такая штука, как виртуальные поля. Очень удобно использовать в таких случаях, когда вам надо иметь полное имя. У вас в базе данных есть имя, есть у вас отчество, есть у вас фамилия. И вам, к примеру, в каких-то случаях надо работать с полным именем. Лавринович Владимир. Но вы не хотите отдельно иметь поле в базе данных, в котором будет дубль тех данных, которые уже есть. Для этого используются виртуальные поля, которые будут доступны на стороне сервера, когда вы будете к ним обращаться. То есть в этот параметр name будет добавлен при обращении параметр full, в котором будет... Ну, я здесь так сконкатенировал через пробел, по сути, фамилия и имя. Дальше, что тут с индексами, это типично. В общем, мы называем нашу модель, как мы ее хотим. И на этом описание заканчивается. То есть в модуль exports возвращаем нашу модель. Давайте теперь переделаем под наш проект. Этого нам не надо. Что у нас будет? В моем случае, как вы видите, есть поле ID. У Mongoose есть свои ID, которые он создает автоматически. Они при обращении идут через нижнее подчеркивание. То есть если вам... А, у Mongoose, да. Извините. Если вам просто нужна уникальная ID, она всегда уже есть у каждого вашего объекта. То есть в данном случае у меня была моя кастомная ID, которую я по какому-то там генерил, к примеру. То есть нам поле ID всегда доступно во всех наших обращениях к этой модели. Что мы сделаем нашему продукту? Давайте добавим ему какой-то name, который будет обязательный, и какой-то description, который будет необязательный. Или можем даже посмотреть... Что там? Price у нас даже был какой-то. Сделаем как-то так. Все остальное нам не нужно. Итого. У нас есть простая модель. Теперь, как мы ею пользуемся? Открываем наш контроллер, в котором мы до этого работали с файлом. И перепишем немножко. Так, теперь мы сделаем здесь product. Подключаем из каталога models наш product. Ссылка есть. Значит все нормально. Что мы будем делать? Когда мы собираемся отдавать данные, мы будем доставать список всех. Надо, наверное, открыть доку по мангусу. Она, кстати, тут открыта. Далеко лезть не надо. Так, здесь типичное использование. Проще будет найти просто find. У нас есть несколько методов для работы с моделями. У нас есть метод find, который возвращает нам одну модель, который на вход первым параметром может принимать параметры поиска. А вторым, ну, последним параметром всегда идет коллбек, в котором, если что, вы получите error или ваш... Да, список, тут несколько этих. Find1 возвратит вам один, и findById возвратит точно так же один, только по id. Есть еще методы для апдейта. Так. Где мы до нее дойдем или нет? Все. Просто хотелось бы пример. Ладно. Да. И тут нету. Да, я вижу, что есть, но это надо где-то глубже лезть. Ну, в общем, подход один. Вы передаете данные, которые хотите засейвить, должны передать коллбек, который обработает результат выполнения и что-то вернуть, к примеру, на клиент. Давайте здесь мы получим все, без каких-либо фильтров. Это можно даже не особо заморачиваться, только это заменить на... Чтобы было красиво. Итого. У нас есть метод, который должен нам возвращать список. Ну, надо как минимум прочекнуть, что оно еще работает. Да, нам пустой массив вернул, потому что у нас там данных нет. Мы можем сейчас написать метод, который будет их создавать. Так. Что у нас там? Save, да? Не очень. Валера, Валера. Помнишь метод save? Там же не через апдейт идет. Апдейт идет только уже, когда надо делать. Реальный апдейт. Реальный апдейт. Это тут он. Create. Ну все, ничего сложного. Так. Значит у нас тут create. Передаем объект, который мы будем создавать. Этот. Из реквеста тот же самый body. Да, конечно. Сейчас мы это сделаем. И. В результате в коллбеке мы получим этот же продукт, который мы сохранили. Ну, в коллбек обычно передается ошибка и то, что вы там сохраняли, апдейтили или удаляли. То есть тот же самый объект вам обычно и возвращают при удачной операции. Ну, давай попробуем. Запустили. Открыли REST консоль. Теперь мы будем сохранять наш один продукт. У нас там будет поле name. У нас будет description, который мы пропустим. У нас будет поле price. И на этом, наверное, завершим. Что так дешево? Все. Пробуем. Нет, от пост. Смотрите. К нам вернулся тот объект, который уже лежит в базе данных, который передался к нам через коллбек. У него есть такие поля. У него есть автоматически сгенерированная ID, по которой вы сможете производить в будущем search. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в Mongo. Делаем refresh. У нас появилась таблица с нашими товарами. Здесь мы можем увидеть один объект, у которого все эти же параметры есть. Простой самый контроллер, по сути, уже написан. Что делаем дальше? Дальше можно написать UI на Angular. Давайте посмотрим, как это все прикрутить, чтобы это было красиво со всех сторон. Да? Нет? Тогда нам надо Angular. Мы не стараемся усложнять себе жизнь, наоборот, стараемся ее облегчить. Два подчеркивания. Версия. При каждом аддете она будет инкрементиться. То есть, если было 0, будет 1, 2 и так дальше. По сути, по этому полю можно делать так званый оптимистинглокинг и так дальше. Короче, у вас всегда есть номер версии с этой штукой. Но это не означает, что у вас все предыдущие версии сохраняют. Просто это все-таки раз апдейталы вашего продукта. А там можно один модуль прикрутить, який буду сохранять в сухе. И буду отдавать вам последний. Ну, короче, можно заморочиться. По поводу структуры проекта. Как был вопрос до этого озвучен. Вот у нас, видите, появился пакет, ну, пакет, каталог с моделями. У нас есть наши вьюхи, если они нам здесь нужны. У нас есть роуты. Роуты это, по сути, читайте, как контроллеры. Точно так же, если у вас очень нагруженная логика по тому, как сработать, ну, как сохранять эту модель, как ее отдавать, то есть у вас есть дополнительные какие-то свои там действия над этой моделью, то это чаще всего выносит сервис. То есть получается каталог сервисы, в котором лежит, к примеру, файл product-service, у которого будут те же самые методы, там, find, и он ищет специфически, там, к примеру, затирает какие-то поля или еще что-то такое. То есть уже какие-то нюансики вы делаете там внутри. Дополнительные расширенные поиски или если вам надо собрать данные с одного места, второго, третьего, четвертого, это обычно делается в сервисе, контроллер просто это call, вызов метода сервиса и возврат данных клиенту. Все, там никакой логики особо не должно быть никогда. Если ваши там проверки дополнительные, еще что-то, то все выносите в сервисы. Сейчас мы тогда в наш каталог паблик попытаемся запрожевать наше первое приложение. Давайте добавим туда каталог. в этот каталог мы добавим ангулер. Это мне не нравится. Это короче. Это нам вообще не надо. Где-то у нас не будет. Все по фаткору. Так, наш ап. Наверное, немного ускорим написание кода при помощи старого старого. Так, сейчас ангулер. Наш ап вводит. Не могу. Теперь в вьюху мы добавим подключим наш скрипт. Вот подключим наш каблер. Подключим наш каббет и ускорим закразф plates. Был в纻 збомит. power flat на запілуру. Как-то так. Надо проверить, что у нас она есть. А, ангулярчик не подключил. Ангулярчик не подключил. Сейчас. Это будет в либах. Ипс. 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 Второй пока не нужен. На роуте не используем. Что-то там у меня. Теперь запустим. И хотим посмотреть, как это пока что выглядит. У нас там что-то было. Где-то мы грузим. Здесь. Кстати, да. Для error нам вот эти штуки не нужны. Для страницы с error. Потому давайте их перенесем в индекс. У нас есть блок для скриптов. Это будет сейчас страшно выглядеть. Наверное. Здесь все красиво. Здесь красиво. Теперь это все, наверное, мы почистим. Вот так. Сделаем нашу первую витку. в которую мы подключим наш ng-app, к примеру. Ипс. Сразу нам надо создать контроллер. который нам будет предоставлять наши возможности по работе. Так. Это будет product. support. Так, какой-то минимальный контроллер есть, мы пока что добавим туда скоп для проверки, что у нас все запустилось, пытаемся где-то здесь вывести. Наши халовы не вывелось, у нас что-то не подключилось, чего-то не хватает, да, конечно, не функция, потому что его надо подключить, неплохо было бы. Да, улица узнала на сайте . И все же молчат, и ты молчишь. Ладно, что там еще? Undefined. Понятное дело, Вова опять-таки допустил ошибку, скоп тут объявил, а здесь не объявил. Я использую подход с массивом при объявлении, потому скоп надо было добавить. еще раз пробуем. Ну, наконец-то. Так, у нас все запустилось. Теперь для того, чтобы нам достать наши, сделать запрос в базу данных, ну, на сервер и вычитать оттуда данные, нам есть два подхода. Есть такой модуль у Angular, как http, который позволяет сделать что-то типа как у jQuery, вот Ajax call. Мы вызываем функцию, у которой там передаем параметры и получаем результат. Это один подход. Его, я думаю, посмотрите сами. Есть еще ng-resource, интересный модуль, который… Сейчас мы его подтянем. Он в дополнительных пакетах у нас идет… Так. А вот он. Да, нам нужен этот файл, да и тот, и мапа. Значит… Ужасно. Что, нету? Так вот, раз. И мы сразу его в проекте Excel сохраним. Нет. Тогда же получаем у нас в проекте всю эту штуку. подключаем это все сразу после Angular. Angular. Так. Ресурс. И теперь у нас будет доступен новый модуль, который мы точно так же должны подключить к нашему аппликейшену. ng-resource. Как-то так. Потом мы узнаем. Все время делаем правильно. Здесь… Тут уже сложнее. Так. Это мы сделали. Это мы сделали. Теперь осталось только использовать этот ресурс. как он используется. Мы в наш контроле передаем его как объект для того, чтобы создавать с него, скажем так, клиент для нашего REST API. Эта библиотека знает все о том, как по сути работает REST стандарт и ожидает, что когда вы делаете запрос GET, вы получаете список чего-то, когда делаете там POST, вы там создаете, делитаете, апдейтите все это. И он уже… Angular предоставляет функционал для работы с такими IP-шками. Вам не надо писать что-то свое. Давайте посмотрим на вариант использования. Вот у него как раз таки есть методы, которые можно будет вызывать. Описание идет к тому, что если вы сделаете метод GET, вы получите одно, второе, третье. Нам нужен в данном случае QUERY и SAVE. Вероятно… Наверное, просто как синтаксис. Кто-то любит так называть, кто-то любит так. СОВДАЛАТА НЕ МОПОМОЧЕНКО? СОВДАЛАТА НЕ МОПОМОЧЕНКО? СОВДАЛАТА НЕ МОПОМОЧЕНКО? СОВДАЛАТА НЕ МОПОМОЧЕНКО? Ну типа просто ставится метод, подвозит так, и все что-то подобное. Цена контроллера и открылись. Главный вопрос, почему нет метода PUT здесь? Да? Как бы идет все через сейв, но это нехорошо. Мы, допустим, расширяем. Тут можно этот ng-resource всегда расширить своим дополнительным методом что-то специфическое написать, то есть сказать ему, что давай я туда отправляю метод PUT эти же данные и так далее. Он будет адекватно работать. Кто нифига не понять, что такое ресурс? Ресурс? Да. Кто реально не понять, поднять руку? Сейчас мы посмотрим вариант использования и будет более-менее ясно. Я надеюсь. Короче, по сути, мы выкористовываем уже дофига прапперов зараз, разного рода. И, ну, они, блин, четко упрощают жизнь, шоучик сейчас делает, а что я думаю, то будет ярко. Ну, мы эту штуку сейчас не будем реализировать. Суть, именно клиенте будет описать product.save. Под капотом вызвается метод POST, обработается запрос на сервере и сохранится это все в базе. Одним вызовом функции save на клиенте, на ангуляторе. Это шикарно. Но, типа, надо порез мыслить слегка. Жизнь. Я хочу сделать сейчас, как минимум, то, что я получу тот список продуктов, которые у нас есть. Для этого, как по вот этой доке написано, с флагом isArray true, я хочу все-таки список получать. Мне надо дернуть метод query. Значит, мы делаем так. Дергаем метод query. Никаких параметров поиска. Первый объект – это параметры поиска. Если мы хотим конкретно по айдишке, по нейму искать или еще почему-то, мы можем здесь указать вот объект поиска, скажем так. То есть, мы здесь укажем name и напишем пова, то он будет попытаться найти все объекты в базе, которые соответствуют этому, по сути, темплейту. Вы ничего не будете пытаться, просто пошла запрос. Да. Не, ну мы говорим про мангуз, который там уже должен это все обрабатывать. Мы же там тоже можем… Да, да, да. Да, простите, простите. Что, у нас должны вернуться продакции, к которым я хочу, чтобы вообще сразу на UI попали. – Хочу выше подбивать. – Да. – А так можно? – Без колбайка пакут можно? – Насколько я понял, то можно. – Ага. – Давай. – Так, у нас есть наш product. Мы здесь делаем нашу product-дивочку, которой будем делать ng-repeat. по p как product и у каждого product для начала просто отобразим name. Перезапускаем, что там. Вообще наверное не надо было. Hello, у нас опять что-то упало. It's not defined, естественно, потому что Вова опять забыл добавить ресурс. Вот этот, во-первых, сюда. Во-вторых, сюда. Так. Hello. Есть у нас один product, Валера. Так, давайте посмотрим, что произошло. Я открою network. Перезагружу нашу страничку. И теперь посмотрим, что у нас пошел get-запрос на products. Вот оно. Вот мы можем посмотреть про него информацию. И в response мы получили, вот давайте по превьюшечке, список с вот такими объектами. То есть у нас там один объект. Пол дела сделано. Теперь нам бы еще хорошо, чтобы можно было сохранять эти продукты. Да? Давайте попытаемся это тоже реализовать. Все в этом же контроллере, не будем особо заморачиваться. Что мы сделаем? Давайте на нашей страничке добавим отдельно где-то место. Давайте вверху. Это будет... В общем-то, не суть-то важно, как это будет называться. Я хочу здесь... Опять что-то... Хочу здесь что? Чтобы у нас... Короче, пока его вопыше код. Вы поняли вообще, что произошло или не очень? Ну типа... Мы вызвали... Что там мы вызвали? Квери, да? Функцию. Не писали ніяких там пост. Не указывали ни какую углу. Не указывали параметры. Не углу мы указали. Тихо. 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 Создался. Тихо. 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 использовать в библиотеке а если не использовать если использовать чистый то придется писать http.get как его сохранить? я отправил на сервер потом хочу получить и сохранить чтобы оно у меня отображалось например какой-то загрузчик файловый я хочу загрузить фотографию юзер хочет свой аватар он пишет он вызывает загрузчик выбирает фотографию выбрала я его, получается, постом отправляю на сервер я ему говорю, что пожалуйста в телеграни оно мне вернет и если я на другую страничку, то можешь не сохранить нигде ничего когда ты скажешь, сохранить на стороне клиента, ты хочешь сохранить? я хочу, чтобы он сохранил в базе данных я отправляю на конкретное место оно у меня там, допустим, сохраняется ну, как это все делится допустим, будет место мы сейчас вот это как раз таки делаем, только не с картиночки да, мы сейчас без картинок будем делать просто интересно, как без ресурса это сохранить использовать использовать метод там у нас есть как-то http ну, не метод это англеровская штука аналог аджакса в jQuery который это по сути в раппер для вот этого xml-http-реквеста в котором ты можешь все себе указать в параметрах правильно? мы про это говорим, да? то есть, если тебе надо какой-то кастомный сделать видно там, да? все эти штуки уже реализованы докинуть хедер какой-то или еще что-то здесь все есть то есть, если надо что-то кастомное сделать лучше издать http но если мы говорим про стандартизированную опишку вот такую, как мы делаем для продуктов для нашего опишку, короче ну да ну то есть бинарники да то, который работает там с сущностями юзеров там возвращает всех сохраняет, удаляет, обновляет то вот для этого нужен ресурс то есть он уже просто написал эти все штуки как делать правильно эти запросы да, нет? вообще, что такое раст? что такое раст? что такое раст? а кто знает? все там на системе ну стандап это из передачи данных обработка данных огонь правильно сказать простые тупые паттерны вот эмммм я кем-нибудь шифроваться очень при курсе вообще по загуглу и прикол опа и не, не поняло ладно, у вас все на зале короче, суть в том, что есть определенный подход до того, как работать с данными как идти посылать запросы для каких нужд то есть ну, вы в курсе, да? что, что вы хотите получить то есть get запрос если вы хотите послать сохранить пост то есть ну, тупая какая-то аббревиатура на самом деле короче ну, суть в том, что определенный тип запроса для определенных нужд вот не может быть такого, что вы получаете данные пост вот або сохраняете ну, делитом ну, это короче дичь, какая сообщение вот плюс мимо того, что диктуется типы запросов для определенных нужд и еще диктуется не строго как бы типа еще и формат данных то есть если это джейсон то в него рекомендованы определенные поля вот вот в ответах то есть там статус не поля и так далее вот и разные фрейморки по-разному подлюкаться делают и иногда приходится короче это не стандарт прям типа стандарт да, не протокол передачи данных вот это типа их рекомендации все их по-разному делают но общая штука никуда не девается запросы повинны быть певными для певных нужд вот тут нафига уже миллион сорок кода пока я говорю ну вот вот как раз это оно и есть понятие что это такое как правильно писать код чтобы сколовить этот что-то вово делается типа правильно да да окей так что на самом деле загуглить википедии и типа все если ты прочитал страницу и понял что там написано просто прочитал все типа я пошел спать вот если ты понял что там написано то ну все ты знаком с Рестом а если ты еще написал проект на нем и типа заюзал то ты просто читай и ты уже встречаешься с Рестом не просто знаком так на каком этапе я остановился я сделал небольшую такую типа формочку да где мы создаем наш объектик я его не объявлял в скопе он автоматически насколько помню должен создаться при помощи англора то есть product name поле будет и product price вам видно вообще да ну зря чем повезло в этом плане и кнопка save которая будет мы должны сейчас как раз таки реализовать этот метод сейва мы вернемся к нашему где я там с ним работаю автоматическое огонь да то есть мы сейчас создамо переменную в скопе вот у нас был вот этот примерчик хороший где мы делали save сейчас у нас в скопе есть объект продукта он должен быть должен был создаться вот я его буду таким образом туда передавать то есть там save да да все верно постом пойдет save мы будем передавать объект который мы хотим сохранить и по сути все в этом случае я думаю мы напишем callback для того чтобы сделать повторный запрос на обновление продуктов списка всего давайте давайте сделаем функцию так сейчас мы я же еще не дописал так refresh лист к примеру да мы сделаем вот таким образом мы эту функцию будем всегда вызывать при старте обращение где-то тут вообще ни разу вообще ни разу ни бы написать scope product равно product query три раза нет вынес функцию так и вот пицца я сейчас отвал ее российскую штуку пофиг мне не в штатах так обращение к product уйдет и нас не интересует что он вернет нас интересует что все пройдет думаю успешно так что я забыл да похоже на то рефреш листа есть это есть ну давай мы там перебилдили о я хочу просто выводить я еще хочу вот этот product занулить в конце вот так ну мы же чистим потом форму да и я хочу чтобы увидеть его хоть как-то здесь на форме так есть у нас name так тут что это вова вова может сразу не сохранится если что так опа блин сохранилась так смотрим в network на endpoint products отправился пост запрос вот мы его разбираем здесь отправился вот такой объектик с name вова и прайсом 7 в результате как мы видим пришел 200 коз значит все отлично выполнится наш колбек который написан в контроллере вот этот вот который сделал рефреш листа рефреш листа как мы помним это новый запрос на новый запрос get на тот же endpoint и здесь мы получили обновленный список уже с двумя альтерами там там тоже должен да он тоже пришел ну я предпочитаю рефрешнуть весь лист потому что если идет синхронная работа нескольких пользователей в то время как вы работали с формой мог кто-то на создавать уже в базе каких-то там продуктов вы вы просто получите полный список в общем то все англ англ манга диби мангус и но джесс в своем величии да я не знаю давайте задавайте вопросы ребята потому что хороший вопрос пишешь во-первых не подожди а в чем вопрос да я сразу понял как ну ты же видишь как все сайты реализованы они педженейшн есть то есть табличка которая у тебя есть кнопочки вперед-назад и так далее там в этой штуке тоже есть свой стандарт и в мангусе в мангусе в мангусе в нпм короче хранилище вы найдете что-то подобное библиотеку типа вот короче для создания педженейшна этого для того чтобы в мангусе в мангусе и так далее да он отступы делает но есть уже хорошие библиотеки которые полностью еще и вот это то есть тебе готовят полностью ответ который да то есть вы можете делать на стороне сервера завязать библиотеку которая будет вам отправлять правильный запрос то есть добавлять отступ типа какая страница и сколько айтемов вы хотите получить да принимать сервер будет это все разбирать и делать правильный запрос при помощи мангуса в базу и там на ответе получите точно так же стандартизирован там есть типа стандарты которые но люди уже просто это делают не один десяток лет потому пришли а а рассказал про лет ну просто пришли уже к тому что есть самый простой вариант как это реализовать вот они его реализовали и вы не должны писать свое скажем так короче я бы рекомендовал всем все равно попробуйте первый раз написать на http без ресурсов заюзать http модуль на ноде оставить модбуз там все четко там по другому короче будет сильно больно вот и пощупать короче туда просто будет понятнейше что когда вы пишете http.get вы понимаете что вы посылаете запрос ця штука слегка от вас это все хова и может быть не совсем понятно что происходит вот и вот всякие плагинчики типа на педжинейшн и так далее им требуют специфические параметры они хотят чтобы в запросах приходили параметры типа пейдж да это уже не будет работа с ng-resource то есть если вам нужен педжинейшн то есть там будет свои ну на все штуки тоже можно навороты цвет а здесь как там показано где-то в примерах можно использовать свои параметры расширять его каким-нибудь вот метод charge есть у которого в параметрах дополнительно передается параметр charge который равен всегда true вам если видно не видно оттуда вот по сути если мы применим это к нашему текущему проекту вот здесь правильно я понимаю да там где объявление идет здесь вот мы должны написать вот так примерно у продакта появится метод charge я не буду наверное ничего даже делать просто хочу запустить он должен сделать пост запрос и отправить вот этот объект как минимум так не сохранится потому что charge я просто нажимаю оп и все и все накрылось нам вернулся error со стороны а она его и get еще сделала подожди почему он запихнул туда он charge wish products вот уру который он сделал а пост он сделал так а что он там поддерживал ладно смотрим у нас есть пост он его в параметрах запихнул значит там есть еще что то для того же будет да наверно он 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 него он да давайте подъявиться у реквеста есть параметры и тело да тело запроса это собственно тэшовый у запроса тело у запроса параметры вот вот типа посылаете хочу там в контакте страничка да я юзера с номером 28 35 13 это рандомный не проверяйте и все типа посылается запрос с параметром о том что я сказал если есть есть более может так не надеялся он вообще все да да я где то значит неправильно его объем может тут еще да тут еще был один объект у них вот он charge charge true ну да ну вот второй объект был описательный как айдишка проходит да это написание айдишки как они будут и вот это наверное все таки расширение самого его давай пост пост два раза тут я вообще ничего не вижу сейчас так бы там ничего не было потому что я тут еще поменял вроде два раза но это клэри параметр да а я не знаю не помню я я просто честно я не пробовал я знаю что эта штука насколько не помню кто-то визуал на каком-то проекте не важно надо почитать доку ну в общем то если у вас чего-то не хватает вы всегда используйте http и все и вам будет счастье да эта штука классно тем что стандартные речи она упрощается и все по поводу таких вещей как продакты на самом деле круче всего запоживать их в фабрику видите мне тут пришлось его объявить сейчас ну скажем так сейчас это простое объявление да там ресурс продакт но бывают случаи когда как раз таки идет расширение дополнительными методами там использование маски под айдишку вот ну как в том примере в этом тогда я бы советовал просто сделать как у нас там было так В продукции могут быть разные параметры. И чтобы не писать это все в объекте, не описывать в нем страшный конструктор, что если мне пришло два параметра, то я делаю вот так вот, если три, то я делаю вот так вот, если четыре, то так вот. Выносится это все в отдельный файл, который называется фабрика для этого конкретного класса. И фабрика уже в себе тримает эту логику. Как же создать этот продак? Или создать его там с двума полями, или с трима, или с четырьмя, и так далее. Просто тупо выносится. Фабрики вообще-то юзаются для стрёмных и здоровенных объектов. Ну, здоровенный объект, там, фалей 20-30, например, у него. И они там сложно связаны, и так далее. Когда у вас реально пухнет мозг, чтобы написать это в одном месте, вы его не распарсите. У вас будет тупо огромный конструктор, вы ничего не будете поменять, будет один и халс, и халс, и халс. И так далее. Тоди фабрика четко, потому что в фабриках это будут разные методы. Такие красиво это все будут разруливать. В принципе, когда у вас там, блин, продукт, у него два поля, то фабрика как бы, и вы знаете точно, что там ничего суперсложного не будет, это типа смысл ноль. Но вообще прикольная штука. Хотя бы знать, что она существует. Я тут чуть-чуть еще виху. Так. Давайте вернемся к этому, к фабрике. То есть я описал, что я в фабрике теперь использую наш ресурс. Я использую для того, чтобы создать объект, для которого мы будем вызывать методы query, save и так далее. И объявил ее как product-factory. И, соответственно, в нашем контроллере я его подключил как product-factory, ну, себе функцию передал как product, как и было. Для того, чтобы вызывать save, charge, которого нет. Да, это красиво, когда вы просто делаете это не один раз. У вас несколько контроллеров, вам везде надо иметь доступ к этому, я не знаю, как это назвать уже даже. Ну, короче, ресурс, так и будет. И чтобы не нитить каждый раз, и вот этот URL, к примеру, даже банальная ситуация с этим URL, который мы здесь объявили. Вот он в конечном итоге где-то поменяется, вы в пяти местах измените, а в шестом забудете. И у вас накроется там какая-то вьюшка. Чтобы этого не было, у вас объявление в одном месте. Ну, это все. Ну, просто хорошая практика. Так. Еще вопросы? Нет. А? Да, это вам очень много чего надо щупать. Вы можете подобавлять новые модули, вот из NPM устанавливать. Там... Вам еще просто монго завести надо. Это тоже челлендж. Особливо у кого винда. Нет, это мне сложно, кстати. Сложно, потому что он нас обманывает. Например, вообще винда напряжна. Еще из Мангадебит. В общем, смотрите, что типа произошло сегодня. По сути, мы написали первый нормальный рабочий веб-аппликейшн. Без там авторизации. Но это уже, короче, то, что реально мое право на какое-то жизнь. Потому что есть сервак, есть база данных, есть клиентская частина, которая как-то взаимодействует через сервер с вашей базой. В принципе, на любом работе, куда вы захочете пойти, что-то подобное будете делать. Ну, не в этом плане. Я про компоненты. Або вы будете писать клиентскую часть, которая будет на сервер, что-то слать. Або вы будете писать сервер на Node.js, або там мало ли кого-то в PHP шезон, не дай бог. Ну, в общем, вы поняли. То есть, короче, вот такая вот жизнь. Ну, Мангадеби придется по-любому вам подивиться, подивиться, как вы делаете в нем запросы. Кто писал запросы на SQL? Ну, вот почувствуйте, что это все была жесткая боль. Давай я покажу вам. Мангадеби – это просто песня. Да, рекомендуем вот этот Robomongo, очень легковесная софтинка. Она иногда глючит в самый неподходящий. Ты рекомендуешь юзерам Мака, да? Потому что под винду нормально есть. Туза четко, но гораздо круче, чем Robomongo. Я не в курсе. Я с Robomongo и на винде работал. Ну, короче, окей. В общем, Robomongo, если что. Да, это самое простое. Ничего особо заморочено не надо. Вообще, пока ты будешь запросы писать? А что тут его писать? Я хочу выбрать себя. Я пишу в файнде. В общем, запросы в Мангадеби это, по сути, можно сказать, JSON-объект, в яком вы указываете, что бы вы хотели получить. Оп, все. Видите, Вова написал FindName Вова, и, типа, если он там напишет FindNameV, то что? Ничего не будет. Потому что он идет на полное совпадение в этом случае. Там какой-то... Там идут лайки, да, насколько помню? Там лайками решается, да. Там специфические, там синтаксис есть. Там, короче, уже копируется по-другому. Там name, потом создается еще один объект, типа, уже не строка, а там объект, это создается. Да, там какое-то такое... Короче, мы ни хера не помним, поэтому поехали дальше. Открой дух. Чего ты смеешься? Открой дух. Причем, это сейчас... Короче, когда вы працюете с Монгусом... Давай мы забуглим просто. Треба, короче, помнить про то, что аппишка Монгуса это нифига не Монгодеб. Потому что запросы в Монгодебі не совпадают иногда с запросами, которые можно делать в Монгусе. Вот. И когда вы, типа, пишете там в Робоманго написали запрос, в Монгодебе не по Регэкспу, да? Не, ну Регэкспу это да, но есть просто лайк. Типа, ну ладно. Это жестко. Валера, меня лучше не нашло. Огонь. В общем, короче, да, все там можно. Но помнить то, что в Монгусе трохи другие запросы и оці функции find, find1 и так аж, они трохи по-иншему працюют. Кажется, А может, в Монгусе все-таки эти надстройки? Great, и Zen. А, кстати, кстати, да. А мы привыкли просто уже с Валерой. Да, мы привыкли с Валерой. Но вообще, там, по-моему, даже можно код писать в запросах в Монгодебе, джанаскриптовый. Там можно, типа, блоки и файл сгрузать и так дальше. Стрехну хрень, короче. Что, прямо здесь? Да нет, в самом аквариуме ты не веку. А, понял. Хотя и там тоже, по идее, можно. Что ты меня сейчас прям поразишь, если это все так и будет? Ёшкин кошкин, а я не знал, я мучился вот этого. А ты писал вот такие вот объекты find1, там, короче, и циклы можно, ну, типа, ну, вы поняли, по сути, можно писать в JavaScript, который будет каким-то там алгоритмом выбирать ваших вов. Вот. Якось так. Вообще, штука классная, штука потужная, потому что вы можете делать безлимитную вложенную, до разумных пределов, безлимитную вложенность объекта. То есть, если мы говорим, например, про MySQL, у нас есть таблицы, и они могут между собой связаны быть трьми способами. Один до одного, один до багатьев, и много до багатьев. Все, короче, да, таблица там может с какими-то другими таблицями быть так связанная. Тут все это можно реализовать в одном объекте. Один объект у вас может быть, короче, бесконечное дерево вниз. В нем может быть список одних объектов. В том списке у каждого объекта может быть свой список. И по этому всему можно писать такие вот запросы, которые будут очень быстро находить конкретную ноду, то есть, конкретный лист в этом дереве. Это офигенно. На MySQL такого не сделаешь. Сделаешь, но за допомогою всяких индекс-энженеев, которые уже надстройки над вашей базой данных. Давай я еще по поводу, чуть-чуть пару слов скажу по поводу Моан Гуса. Там видели тот пример, да, с юзером. Он тут самый простой. Вот мы, к примеру, создали объект юзера. Я просто про нереационные базы данных, но про связи в этих базах данных. Ман Гус предоставляет нам функционал, который позволит впоследствии, к примеру, делать следующую вещь. У меня есть другая модель, какая-то общая, в ней куча параметров. И я говорю, что мне нужно хранить пользователя, который создал эту сущность в базе данных, который ее обновил, и который ее удалил. И вот этим образом, смотрите, у меня есть, к примеру, deleted.by. Я говорю, что тип объекта это айдишка объекта, это специфический объект, который используется для того, чтобы... Вот так, короче, нижнее подчеркивание айди, то нифига не строка, то специальный объект. Это он и есть. Вот, и мы говорим, что по этой айдишке будет искаться в модели юзера. Мы там объявили вот эту модель юзера, вот в конце, видите, вот идет, что мы вот эту всю схему засейвили как юзер. И в этом документе мы ссылаемся на схему юзера. И в определенный момент мы сможем сделать populate именно вот этого юзера. Если так быстро найти. Что значит populate? Populate. Вот такая штука. Сейчас. Populate это вот такая штука. Сейчас я расскажу. Populate это как раз таки вставка вашего юзера вместо его айдишки. То есть полностью из таблицы с юзерами достается по той айдишке объект. Впрочем, это join. Кто юзал join в моей SQL? Да. Та ж хрень. По сути, вы можете сперегать в ваших монговских объектах айдишки других объектов, а потом через всю всю штуку злипливать все в огромный объект. То есть вы, по сути, можете симулировать типа реляционную базу. Внереляционную. Но это дичка. И в принципе даже в монгодбе рекомендуют копировать дань. Например, когда в MySQL вы работаете, там, боже упаси, тебе есть точно имя и ты не будешь делать еще имя, который будет копировать. То, что Вова рассказывает. Там красавчик. Я бы лучше не сказал. В монгодбе вообще говорят наоборот. Пихайте, дублируйте, пофиг. Она может потянуть все что угодно. Но треба памятать, что вы не будете, например, объект юзера с усими его полями запихивать в усі продукты. Это тупо. Потому что если юзер переименует это случайно, то в продуктах у вас будет старый юзер старым неймом. тупо. поэтому в некоторых випадках есть выключение. Вам придется хрени. Айдешку, потому что вы понимаете, что. А если у вас у продукта какие-то будут я не знаю, что у продукта может быть. Цена, супер цена, супер пупер цена и так далее. И это будут какие-то объекты с какими-то например, цена в какой валюте, по какому курсу и так далее, то вы можете копировать эти штуки. Не обязательно создавать еще объект валюты и потом айдешки валюты впихивать в эти цены. Можно копировать. Пофиг. Ок? Я не помню, вот этот популейт отрабатывает самостоятельно или нет. Я его взагал никогда не юзал. Ну, тебе не приходилось. Я вот даже нашел библиотеку Deep Populate. который может в дереве, если у вас там вложенность идет и где-то там на втором, на третьем уровне заинжектить вам объекты. А слабо, ну типа на контроллере взять по айдешке чувака? Вот это просто разница в подходах. Либо ты пишешь сам, вы можете сделать выборку по этим документам. Когда вам документ этот пришел, к примеру, вы берете айдешку и делаете запрос там в юзера. Получаете этого юзера, туда сетите и отправляете ответ на клиент уже готовый. В сути, ты сам можешь сделать за вас серфей. Да, это просто уже реализовано. Я же говорю, не надо усложнить жизнь. Да, но надо усложнить себе жизнь для того, чтобы все настроить первый раз, а потом все пойдет четко. Да, и обычно, я помню, как я там на джаве начинал писать, и мне там, о, там, спринг, все дела. и я убил два тижня просто, чтобы все запустить, чтобы понять, что происходит. Но потом было весело, да. Короче, домашка, да? Чи еще есть вопросы? А теперь честно, кто вообще нифига не понять, что произошло? Ну, вот, кто пробовал дома что-то уже запустить после той лекции, у кого что-то не получается? Давайте так. Потому что, может, понять, понимаешь, знаешь, а пробуешь, не получается. Все четко? Нет? Вот. Нет, ну, не то, что мне все плохо, оно запустилось, как бы я не понял, вообще, вообще, вот этот сервер, да, странички, я так понимаю, каждому, вот у нас там выйдет в экспрессе файлы, там, инвес, вау, 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 то есть, они отдельные странички, это к ним нужно писать отдельный свой джаваскрип, чтобы он отобразился, выписывал. То есть, я вот, у меня, как бы, вот эта логика, она... Возвращаемся к вьюшкам, правильно? Вот это вот вьюшка. Да, вот у меня есть пример, у меня там, например, тысяча страниц, и вот, я как бы, не понял, как... Ну, будет тысяча контроллеров, раз, рядом с тысячей страниц. Ну, ну, вряд ли, вряд ли, тебе будет проект, у кого такая хрень будет. Не, ну, хорошо, ну, например, вот 10 страниц, 20, я там, в среднем. создают, типа, дивись, как Вова создал, он создал продукт контроллер, да? Вот. Цей продукт контроллер работает с продуктом, то есть, он может покрывать какую-то часть страниц. И вообще, по сути, ну, типа, не надо делать контроллер на страницу, вот это подход такой, честно, знаешь, блин, мне сложно выразить свои мысли сегодня, что-то, хотя вроде не плыв. Вот. Ну, короче, суть в чем? Надо по назначению группировать штуки. Вот, если в тебе есть там продукты, и вся работа с продуктами, ты запихаешь в один контроллер. И в тебе может быть там страничка, которая создает продукты, Страничка, на которой ты показываешь эти продукты, страничка, на которой ты серчишь эти продукты. То я вижу, что у нас три страницы есть, Ты не будешь создавать три контроллера. Просто всю эту логику брать в одному продукт контроллер, где в тебе будут там разные маппинги, где разных там search, той же get, там, и той же create, например. Ну, типа, как раз так. И то же самое с вьюхами. Если у тебя есть вьюхи на create и update, которые, по сути, отличаются только тем, что там кнопочка update, а там save, то ты можешь переиспользовать одну и ту же самую вьюху. Вот, помните, мы подключали роутер, да? Ну, ng-road, библиотеку. и она нам позволяла указывать, что по этому пути там там slash, там, edit у вас будет там использоваться такой-то контроллер и такая-то вьюха. Вот там вы можете переизвать одну и ту же самую вьюху для нескольких случаев. Упрощать себе жизнь. Ну, только во вьюхе придется как-то разрулить, ну, разобрать или по пути, или по каким-то данным, которые у вас имеются, что это, ну, к примеру, у объекта, если есть айдишка, то это уже явно не создание, потому что он уже из базы достался, значит, это уже апдейт идет. Вот кнопочку меняете название на апдейт. В Angular это очень просто. Честно говоря, я не искал. Я думаю, должно быть. У меня просто вообще настроено не очень. У меня и дебаггер не работает обычно. Я очень так не сильно заморачиваюсь. с этим можно попробовать запустить. Да, короче, там есть есть плагинчик и есть, по-моему, как раз в идее и в сами можно настроить. У меня вот так вот палится и все. Я, насколько помню, у меня проблема в том, что я где-то там где-то там что-то лишнее подключалось. Короче, этот, давай, Вовчик, на следующую лекцию подготовим эти все лайфхаки. Continue с деплойом, чтобы оно персобиралось и все в очередь понастраивать. И покажем ребятам. Да, вообще, типа, блин, ну, короче, не знаешь, ты более родной. Вот. На джаве раньше такое пигни не было, а джава стартится не так, как на джес. Там приходилось по 2 минуты ждать. Реально, отой мем, что поставил на компиляцию и пошел чай попил, ну, это реально правда. На больших проектах, да. И вот просто есть, типа, ну, галка, например, да, и он, типа, пересобирает, но ты все равно можешь так, типа, она там будет что-то реводить, ты можешь обновить и она еще не подтягивается. Ну, типа, короче, надо загубить. Я помню, что была какая-то фигня, но я ее не юзал. Node-mon вроде называют. Как-як? Node-mon. Node-monitor, типа. Еще надо писать код такий, чтобы ты запустил раз в день и все работало. Ага. А так не выходят. Ну, люди, так и есть. Node-mon.io. Да, оно все зависло, все. Все робики, короче. Да, через Node-mon. Просто запускаешь просто использование в этом конфиге, как я понял, да, мы здесь, да, не Node-mon. А, а, ман-од-mon. Вообще, он красавчик. Плюс один к карме. Плюс один к диплому. Еще вопросы? Тут мне задали вопрос, как мы будем делить людей на группы, на выпускный проект. Мы придумали, как мы будем делить, чеха и сами делятся. Они сейчас наделятся. Я думаю, во-первых, группы будут малокомплектные, поскольку человек по три. По одному человеку. Нет, человека по три. Два очень опасно, потому что один забьет, второй не вытянет. А у троих будет повод... Сколько у нас человек? Еще два на душе. Ну, то мы забьем на них. То мы просто потом перегрупировку сделаем. Короче, надо подумать, потому что, наверное, уже скоро придется, что-то да. А проекти будут не письмо динокши? Да, вообще на группу. То есть, проекти будут такого типа плана. Забабахать свой интернет-магазин. Вот так вот, да? Дали вам две ушки. Интернет-магазин. Ну, там понятно, что вам не надо делать полную красоту. Нас будет больше цікавить, чисто, как вы реализуете это с кодовой стороны. Если у вас UI будет гавно, попить на UI. Ну и так дальше. То есть, такого плана задачи, где будет не только якась банальщина, типа сохранить что-нибудь в базу, вычитать что-нибудь в базе, а уже что-то с данными там. Ну и, я как минимум хочу, чтобы тот, кто хочет там поиграться, да, чтобы подкинули авторизацию пользователей, посмотрели, как все-таки сохранять безопасно пароли в базу, то есть, хешировать их и так далее. То есть, красиво сделать проект, пусть он будет очень маленький, пусть у него не будет никакого дизайна, мне все равно на него, но чтобы он работал как часики. Там будет порядка четырех-пятых тем, да, сикки у нас группы, сикки будут и тем. Вот одни будут там писать, допустим, в банковскую систему, в другие интернет-магазины. Ну, у всех будет общий, то есть, авторизация пользователя, с регистрацией, они будут одинаково, просто темы радуются. Да, просто чтобы вы не копипастили. Что же? Про котиков. Про котиков, не вопрос вообще. Catstalk, да? Про котиков. Сайт про котиков. С авторизацией. По-раньше начать. По-раньше начать. Потому что, когда начинайся раньше, больше вопросов появляется. Ну, типа, дивиться, как еще, короче, будут проходить занятия. Еще там будет пару начинок. Пару, как я сказал, жестко. Одна еще. Еще лекции 4-3, наверное, будет 100%. А потом, мы, типа, ведемо темы, и будем по нужде встречаться. Типа, практики, по сути, будут. И тогда, ну, да, вот как раз тогда и начнется веселуха. У меня тут не запускается, а тут у меня там еще какая-то хрень. Да, понятно. Но как раз вот там уже и будет вся, ну, типа, настоящая учеба. Это все, что вы видите, это так, типа, вы поговорили, головой помахали, а потом пришли. Короче, сейчас я посмотрю фильмат, потом, что я еще там поделаю. Потом таки, хоп, а вовторок следующий, я ничего не помню, ничего не понимаю. И так далее. А тогда уже вы будете в команде работать, уже будет какой-то level ответственности, все дела. такое. Да? Так, все, я вырубаю. Давай, потому что уже мне, короче, надо. Да. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok